А в американском штате Нью-Гэмшир завершились теледебаты кандидатов президента США Демократической партии. Участвовали в них Мартин О'Мелли, Берни Сандерс и Хилари Клинтон. Темы обсуждали самые разные от оружейного законодательства до внешней политики Соединенных Штатов. Но и больше всего говорили о борьбе с ИГИЛ и о Дональде Трампе. Подробности у Артема Красулина. Это уже третий по счету дебаты среди демократов. За прямой трансляцией, которую ведет телеканал ABC, следят миллионы американцев. На сцене колледжа Сент-Анселм, где в следующем году решится, кто из демократов будет бороться за пост главы Белого дома, три претендента. Экс-губернатор Мэрилэнда Мартин О'Мелли, сенатор штата Вермонт Берни Сандерс и текущий внутрипартийный фаворит, бывший госсекретарь США Хилари Клинтон. На этот раз много говорили об экономике, реформе оружейного законодательства, но все же главной темой стала внешняя политика, а точнее борьба с ИГИЛ. У каждого из кандидатов, разумеется, свой взгляд на то, как бороться с террористами. У меня есть стратегия не сдерживания, а победы над ИГИЛ. Мы можем разгромить террористов без наземных военных действий. У моего плана три этапа. Во-первых, террористов надо вытеснить с захваченных территорий в Ираке и Сирии. Во-вторых, подорвать их глобальную сеть от Азии до Африки. И в-третьих, обеспечить безопасность на территории США. Примечательно, что все участники дебатов понимают, для эффективной борьбы с ИГИЛ необходимо сотрудничать с Россией. Принятые совбезом ООН резолюции, по их словам, это как раз шаг в правильном направлении. Правда, в адрес Башара Асада звучали уже привычные для Вашингтона слова. Мол, это именно его вина в распространении терроризма. По традиции, не обошлись дебаты и без переходов на личности своих соперников. Разумеется, главный объект критики – Дональд Трамп. Кандидаты по очереди комментировали его громкие заявления. В частности, про запрет на въезд в США для всех мусульман. ОМЭЛИ счел высказывание миллиардера фашистским. А Клинтон и вовсе заявила, что Трамп – главный вербовщик ИГИЛ. Вот что она ответила ведущему, который спросил, почему треть американцев предложение Трампа поддерживает. Реакция этих людей вызвана страхом после того, что они увидели в Париже Иссан-Бернардино. Трамп создает иллюзию простого решения очень сложной комплексной проблемы. Он становится лучшим вербовщиком ИГИЛ. Террористы берут видео с его антиисламскими заявлениями, показывают их мусульманам и получают в свои ряды новых джихадистов. Согласно последним опросам среди сторонников демократов, Клинтон поддерживает 59% электората. 28% готовы отдать голы за Сандерса и лишь 5% за Омелли. В целом и политологи, и простые зрители считают, что Клинтон на фоне своих однопартийцев смотрелось на этих дебатах более убедительно. Не считая одной оплошности, когда бывший госсекретарь не успел вернуться в студию после рекламной паузы. Мы надеемся, Хиллари Клинтон вернется к нам с минуты на минуту. А пока, сенатор Сандерс, вопрос вам. Но все же, в общем зачете предвыборной гонки Трамп пока впереди, и рейтинг его только растет. Накануне он снова вспомнил слова Владимира Путина, который назвал его лидером компании. Если днем ранее он сказал, что это для него большая честь, то теперь он высказался в более привычном для себя эпатажном стиле. Они обвиняют в том, что о моей персоне говорил Путин. Мол, это нехорошо. Знаете, мы сильные ребята. Но разве не было бы здорово, если Россия и мы вместо соперничества объединимся против общего врага? В Америке многие уже привыкли к этому противостоянию. Они говорят, а, Россия, мы не будем с ними сотрудничать и что-либо обсуждать. Но чего эти люди добиваются? Они хотят Третьей мировой войны? Зачем? И у нас, и у России без того много проблем. И знаете, если я понравился Путину, и он считает меня лидером, знаете, он прав. Я идеален. Но вы же и так уже в курсе. Вопрос о том, кто станет кандидатами Демократической и Республиканской партии на пост президента США, решат по итогам внутренних выборов, праймарис, которые пройдут в первой половине следующего года. По традиции, официальное выдвижение кандидатов состоится на национальных партийных съездах. Демократы соберутся для этого 25-28 июля в Филадельфии, а республиканцы на неделю раньше в Кливленде. Артем Курасулин, Вести.